Люди, чем вас кормят и что вы кушаете? Да нет, разговор сегодня не о колбасе, пельменях и прочей ерунде, часто низкосортной, которую вы кушаете каждый день. Вы другую вещь кушаете, телевизионную рекламу и просто рекламу. Вот так-то. Жестко, по печени, по почкам и ниже пояса. Потому что для того, чтобы убедиться в том, в каком экологически чистом районе вы живете, вы можете просто на небо посмотреть. В Павленевском районе небо голубое, а в Правобережном и Орженикидзском, в таком экологически чистом, не всегда. Но это потому, что роза ветров такая. Теперь про другие вещи. Это реклама продуктов питания, бытовой химии в том числе. И, честно говоря, мне, практически кандидату технических наук, становится немножко обидно за вас. Потому что, извините, по неорганической химии у меня пятерка, по физхимии у меня тоже пятерка. И я не знаю, как можно молекулу заставить разочистить пятно яблочного сока, томатного или еще чего-то, заставить ее отстирать. Да бред все это! Как наши бабушки справлялись с поставленной задачей? Потому что и тогда проливался сок, вино и все остальное. Но тогда люди безальтернативно ходили в химчистку. И реально люди получали качественный результат. Потому что есть специалисты своего дела. И они никуда не делись. И начинаем мы сегодняшний разговор, так скажем, презентацию. Такого, ну, достаточно известного в городе предприятия, как химчистская лебедь. Да, если честно, то перед 90% рекламных роликов можно ставить титр. Ненаучная и недоказуемая фантастика. Так как простой пересчет ломающихся каждые 5 минут от накипи стиральных машин за 10 лет дает цифру в 2,5 миллиона штук. Что по площади будет равняться Челябинску и обеспечит ММК непрерывной работой. Нет, конечно, домашние стиральные машинки – это благо. Но в исключительно опрятной стране профессия прачки считалась почетной, и прачечные были-то всегда. Ну, а о том, как во всем мире стирают, можно судить и по эффектной игре Дженнифер Лопес. И по клипам. Вот такие, ну или практически такие машины, выдающие абсолютно чистое и уже сухое белье, и это норма современных мегаполисов. Кстати, не надо забывать и про экологию. Химчистки расходуют питьевой воды в пересчете на килограмм белья в разы меньше. И нам показали, и я не поверил. Но любые вещи, будь то мягкие игрушки, либо тяжелые ковры, исключительные шубки и ушатанные спецовки на выходе абсолютно, повторяю, абсолютно чистые. Вот мне лично смешно становится, когда по телефону мне звонят и говорят, сейчас приедем со своим мегаполисосом, вычистим ковер. Сможет ли любой пылесос, который продается, да и вообще вычистить тот самый ковер, который, ну, загрязнился дома? Не за один год. Нет, не сможет. Профессиональная чистка гораздо лучше почистит и сделает все, что нужно. Изделие более-менее чистым и пригодным к носке. Можно ли вещи, ну, допустим, кожаная куртка испачканная, пальто красивое, плащ, ну, или шуба придать первозданный вид? Да, можно. У нас делают общую чистку, химическую чистку. Изделие после химической чистки выглядит гораздо красивее. Большая семья, да? Часто такое случается, что белье скапливается в корзине, да? Проще ли принести, допустим, все вот это белье домашнее к вам в химическую? Насколько это дорого? Да, проще, лучше сдать химическую. При несложной калькуляции, хорошая стиральная машина – это 18 тысяч. Стирать можно белье, ну, килограмм, понятно, там, 2-3, ну, накопилось за неделю, за 2. То есть, необходимость большой стиральной машины, получается, отпадает? Да, отпадает. Выгодно в химическую сдавать. Не знаю, как у вас, но у меня желание проверить и понять, как это делается после увиденного и услышанного прибавилось. Представляете, сколько проблем решает сразу же, после застолья или пьянки? Решает с одной фразой – дорогая, завтра я это все отнесу в химчистку. Впрочем, почему дорогая? Дорогой, твои велюровые сидения после того, как моя подружка раздавила своей норковой шубкой мою помаду, будут как новые. Ну, про сидение это в автомойку, причем тут же, подружкину шубу сюда же и на хранение тоже. Хранение в специальной камере, при постоянной температуре и под охраной. Но об этом позднее. Сегодня про то, что химчистка лебедь снимает любую головную боль. А если эту боль просто физически нельзя притащить, это мы про глобальные ковры. Стандартные чистятся легко и здесь же. То на помощь выезжает команда специалистов и на месте творит чудеса. Не под сильный камивояджеровским пылесосом. По сути, высасывающим бабки из ваших карманов. Причем очень глобальным потоком. Кстати, если вас утруждает процедура поездки на химчистку и в химчистку, это про одноименную трамвайную остановку, что на северном переходе, то приемные пункты химчистки лебедь разбросаны по городу и в местах, непосредственно находящихся рядом с сетью магазинов, которые рекламировать нельзя. И адреса в Ленинском районе это Ленина 29 и в Рожникидзевском 50 лет в Магнитке 34. Конечно, мы не будем намекать, чем тарится в той сети, но на сэкономленной на покупках и на нервах деньги можно праздник себе устроить и замечательный. Все-таки каждому свое. Только один человек может быть более-менее компетентным везде и всюду. Ну, понятно, кто. При этом ничего не умеете. Хотя кое-что я умею. Так вот, если у вас жена замечательная хозяйка, не делайте из нее посудомойку. Если вам непрофильно затаскивать громадную спиральную машину в малосемейку, тоже этим заниматься не надо. Потому что в течение ближайших пяти лет вы по-любому малосемейку поменяете на однокомнатную, а лучше на двухкомнатную. А за это время вы спокойно можете вещи стирать в обыкновенной химчистке. Это недорого. Это доступно. Раз в две недели приехали, сдали свои вещи. И получили абсолютно девственно чистые простыни. Ну и все остальное. Но тут еще кое-что. Есть один экономический аспект, который хотелось бы затронуть. Сейчас модно стало. Это правильно. Любое дело вести в собственной фирменной одежде. К сожалению, пока курток автостоповских у меня нет. И футболок с логотипом «Дом, милый дом». Но все течет, все меняется. Естественно, я закажу их. Естественно, там будет вышивка. Естественно, они всегда будут чистые.